Если набрать в гугле вопрос, где найти второй носок, поисковик выдаст около полумиллиона ответов. Есть версия, что их крадет домашний Эльф Добби, персонаж из серии романов английской писательницы Джоан Роллинг про Гарри Поттера. Говорят также, что во всем виноваты черные дыры под кроватью и параллельные миры расширяющейся вселенной. Носки яркие, борцы за независимость. Некоторые находятся в брюках, другие под кроватью. Третьи забиваются в темный угол корзины для грязного белья или скрываются в барабане стиральной машины. Либо в машинке, либо высох уже где-то. Отложить на время, пока не найдется. Этой проблемы передо мной не стоит совершенно. Почему? У меня везде порядок. Специальное место для хранения одного носка. И потом со временем, через месяц, через два, просто это место разбираются и периодически находятся в барабане. Я кофе делаю покрепче. Сразу сон уходит, мозги приходят в норму и носки находятся. Я мамзу. Я их много покупаю. Носки, предметы, еще какой-то личной гигиены. То есть отношусь к этому очень так. То есть мелочи составляют нашу жизнь. Так что носки лучше не терять. Покупать одинаковые. Купили одинаковые, взяли из другой пары, и снова получилась пара. Делаем вывод. Есть два популярных способа найти второй носок. Отложить непарный и подождать, пока второй сам найдется. Либо делать большие запасы одинаковых носков, и тогда пару легко подобрать, пока запас не кончится. Именно так пермики решают проблему непарных носков. В крайнем случае зовут на помощь маму.